За последний месяц мой оборот на Яндекс Маркете увеличился на 30%. И о трех основных вещах, которые я сделал, благодаря чему увеличился оборот, я расскажу в этом видео. Меня зовут Рома Райт, последние полгода я продаю на Яндекс Маркете, а на этом канале рассказываю о маркетплейсах. Поехали! Если мы посмотрим мои продажи за декабрь, то увидим следующее, что средний оборот за день был в районе 4000 рублей. Очень редко он поднимался, но мы постоянно сталкивались с одной и той же проблемой. На Яндекс Маркете не очень удобно делать поставки, если ты из региона, точно так же как на Wildberries. Потому что тебе нужно все это отправлять внешними транспортными службами, из-за чего ты не всегда можешь реально понимать то, с какой будет срок доставки. У меня бывало такое за эти месяцы, что и коробку у деловой линии теряли, и еще что-то делали. То есть это абсолютно ужасно, работать с какой-то транспортной компанией. И когда у нас были продажи в декабре, наши товары были только на одном складе. По итогу получалась ситуация, что мы продаем товары только со склада в Москве. У нас нету товаров на других складах. По итогу мы теряли в конверсии, потому что нас меньше показывали наверху, потому что где-то там срок доставки был больше. И если срок доставки был больше, понятное дело, мы были менее привлекательны со своими товарами для покупателей. И второе, это то, что мы иногда просто не успевали довести поставки. По тем причинам, что мы, да, их правильно планировали. Мы планировали там их за 10 дней, условно, до того, как товар должен доехать и закончиться. Но возникали каждый раз ситуации, по которым там либо на складе у нас что-то не успели, либо транспортная компания и так далее. И еще придача товаров у нас не было с запасом, поэтому первое и главное, что мы сделали, это распределили в один момент, когда доехали товары, их по складам. Это помогло чуть меньше быть подверженными к тому, что наш товар может закончиться, и мы потеряем из-за этого в обороте и позициях. А во-вторых, поднять конверсию. Это уже давало свои видимые результаты, и поэтому, когда, допустим, у меня Озон в январе очень сильно просил, Яндекс.Маркет у меня с 1 января вот так вот начал лететь вверх. И уже с 7 января у меня было в обороте 12 тысяч рублей. Второе тоже для меня было не так очевидно, про конкурентность цен. Я говорил в каком-то видео, что мы собираемся ее сделать, и действительно, когда мы спустили наши цены с небес на землю, сделали их более подходящими под индекс цен, случилась самая простая ситуация. То, что наши товары, опять же, выиграли в конверсии. А во время того, что они выиграли в конверсии, их начали чуть больше показывать выше, потому что у нас и индекс цены появился, и в придачу конкурентность у нас возросла, а, собственно, из-за этого у нас также увеличивались продажи. И поэтому уже к середине января мы практически 100% зафиксировали тот результат, который у нас был, и он практически не начинал падать. И следующее это буст продаж. Вот то, про что всем необходимо знать, потому что я очень часто вижу подобные ошибочные комментарии. До этого у меня стоял буст продаж на 20% в ДРР. И для меня это было очевидно, потому что на Азоне, например, нету никаких продаж, если нету рекламы. Поэтому все, что мы изначально просчитываем для продажи на том или ином маркетплейсе, мы просчитываем с ДРР 20%. То есть тоже 20% от оборота мы будем отдавать просто маркетплейсу, вот за рекламу, например. И на Азоне это действительно работало так. И для нас на Яндекс.Маркете это работало так целых 4 месяца с момента, как мы начали торговать. Мы не меняли ставки вообще, потому что для нас не было очевидно то, что здесь есть какая-то органика. В один момент я начал это понимать, когда начал видеть, что, допустим, вот здесь за 14 дней у меня выручка 96 тысяч рублей. И моя доля расходов 13%. Она у нас вообще до 6, если я не ошибаюсь, спускалась. То есть это доля расходов от оборота. Я-то за рекламу, понятное дело, плачу больше. И если мы здесь увидим, то у меня есть ставки в 40%. 40% моя ставка за то, что у меня продаст цвёр. То есть 40% от стоимости товара я заплачу только за рекламу. Но при этом так вышло, что в один момент мы заметили очень важную особенность. То, что когда у тебя ставки стоят выше, у тебя действительно за те товары, которые продаются через буст, практически нет выручки. Но при этом это не просто не вся твоя выручка. А если мы зайдём вот здесь в раздел аналитика и аналитика продаж. Посмотрим, например, всё это дело за последний месяц. То мы узнаем следующее. То, что доля моих товаров заказанных с бустом всего 68%. А если мы теперь перейдём назад в продвижение и в буст продаж, то увидим, что здесь у нас ситуация примерно такая же. Когда у нас стоят ставки 35-40%, а на деле где-то у нас доля расходов с бустом 12%, где-то 20%. Очень редко она может быть 26%, но здесь практически и выручки не было. А всё остальное, как мы видим, не пересекает вот ту черту, при которой мои товары станут невыгодны. Ну и причём нужно понимать, что на Яндекс.Маркете это всё немного проще работает, потому что до сих пор он истает самым выгодным маркетплейсом. И когда мы здесь продаём какие-то товары, которые у нас не продаются на Озон хотя бы в ноль, здесь мы их продаём сырой 50-60%, и это для нас даже что-то среднее. Это не классно. Потому что Яндекс.Маркет пока что вот такой вот. Именно поэтому на нём нужно торговать, но нужно понимать, что торговать на нём стремительно, на моё личное усмотрение, не получится. А вот так, чтобы расти медленно, но верно, это, как показала практика моего магазина, например, вполне себе возможно. Особенно сейчас, когда дают 10 тысяч рублей на рекламу абсолютно бесплатно. Просто переходишь по ссылке в описании, регистрируешься, делаешь первую поставку, и тебе начисляют 10 тысяч рублей, которые ты можешь абсолютно рубль к рублю потратить на рекламу, что позволит тебе безопасно протестировать Яндекс.Маркет и начать свои первые продажи. А мы увидимся в следующем видео, пока что посмотри вот это. Пока. Пока.